Ванная комната Дорогие наши любимые туристы, подписчики, всем привет. Приветствую вас в солнечной Турции, а точнее нахожусь я сейчас в Фетхе. Для меня это новый курорт, я первый раз сюда прилетела и живу я в классном отеле, который открылся 3 года назад, называется Либерти Фобей. Живу я здесь 2 ночи, постараюсь вам максимально подробно, честно все рассказать, так что обязательно досмотрите видео до конца. Начнем мы наш обзор с ресепшена. Смотрите какой просторный, светлый, современный ресепшен. Сейчас мы находимся с вами в отеле Либерти Фобей и прогуляемся по территории, я вам покажу номера. Живем мы здесь 2 дня, поэтому у нас будет возможность насладиться отелем. Сейчас мы с вами попадаем в лобби-бар. Здесь вечером кипит жизнь, многие туристы после ужина собираются здесь за чашечкой кофе, либо за вкуснейшим коктейлем. Очень стильная такая зона, красивая. Живые цветы в отеле, очень красиво. Друзья, этот отель находится в регионе Фетхе на Средиземном море. Многие заблуждаются, говорят, что Фетхе это Эгейское море. Нет, здесь считается Эгейское побережье, но море здесь Средиземное, так же как и на Анталийском побережье. Отель, в котором мы живем, ему всего 3 года. Соответственно, огромным плюсом является то, что он новый, современный, стильный, свежий. То есть номера очень приятные. Номера вам тоже обязательно покажу. Мы живем в стандартных номерах, вид у нас боковой на море. Все необходимое в номере имеется. Очень приятное постельное белье, халаты, тапочки, все это есть. Вот, посмотрите, так со стороны выглядят корпуса. Все номера с балконами. Посмотрите, сколько здесь цветов. Очень красиво, конечно. Еще такой аромат стоит. Тут какой-то, видимо, один из баров еще. Да, здесь получается у нас еще один бар. Мы зайдем, посмотрим. В этом баре мы еще не были. Аполлон бар. Интересное такое название. Что касается концепции питания. Здесь у нас питание ультра. Все включено. То есть 24 часа в сутки. Гости отеля могут покушать. Могут выпить напитки. И алкогольный, безалкогольный. А премиальный алкоголь здесь тоже частично имеется. Естественно, все местные напитки бесплатно. И, ну, большой выбор достаточно в премиальных напитках тоже в отеле присутствует. При выходе из бара Аполлон мы попадаем на уже открытую террасу. Дальше сейчас с вами прогуляемся до пляжа. Вчера мы доходили до моря, но это уже было очень поздно. Вечер. Не поняли мы, что там у нас с пляжем у отеля. Так что сейчас вместе с вами посмотрим. Друзья, в отеле аж 16 бассейнов. Соответственно, места около бассейна хватит точно всем. Посмотрите, сейчас отель практически заполнен на 100%. Но, как вы можете видеть, очень много свободных шезлонгов. То есть места хватит всем. Обязательно везде дежурят, конечно же, спасатели. Бассейны есть некоторые с подогревом. Соответственно, в холодную погоду, да, то есть когда это будет начало сезона или конец сезона, бассейны некоторые подогреваются. Погодка у нас шикарная. Нахожусь я в Турции в начале мая. Ну, уже даже ближе к середине. Посмотрите, все купаются. Сейчас мы с вами находимся рядом с детским бассейном. Он очень мелкий и очень быстро прогревается. Соответственно, водичка там теплая. Как вы сами видите, детки плавают, купаются. Очень много здесь рядом стоит тоже шезлонгов, чтобы родители могли также отдыхать. Сейчас мы с вами подошли к аквапарку. Посмотрите, здесь получается у нас несколько горок. К аквапарк для гостей отеля, конечно же, тоже бесплатно. Сейчас мы подошли к амфитеатру. Вечером вчера здесь было шоу танцевальное. Рядом здесь очень удобно бар. Места всем было предостаточно. Еще раз повторюсь, отель практически полный. Но всем хватает столиков. Мы вчера тоже приехали, спокойно вечером присели и смотрели вечернюю анимацию. Что касается пляжа. Естественно, пляж у отеля собственный. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца. Все это бесплатно. На пляжные полотенца даются карточки. И по карточкам туристы берут полотенца. Туристов, кстати, мало, видимо. Пока море еще не сильно тепло, не сильно прогрелось, больше туристов предпочитает отдыхать около бассейна. Ну и вообще в отеле очень много отдыхает европейцев, иностранцев. Они, как правило, очень любят бассейны. То есть в основном русские туристы больше предпочитают море и пляж. То туристы из Европы в основном около бассейна. Причем и даже в сезон летом, когда море теплое. Мне очень нравится пляжная зона. Очень мне нравится цвет лежаков. Это очень стильно выглядит, особенно на солнышке. Прогуляемся сейчас сразу до бара. Здесь также есть бар на пляже. Ну а я дошла до пляжа. Здесь песочек, что очень удобно для деток особенно. При входе в море, сейчас я вам близко покажу. Здесь, получается, есть такая коса гальки. Но она, как видите, заканчивается. И здесь песок, вход в море, песочек. Сегодня я уже вряд ли, конечно, покупаюсь. У нас уже вечер сейчас. Уже водичка, я думаю, будет прохладная. Надеюсь, что завтра мне удастся сделать забоев. Присутствовать немного гальки, конечно же, может при входе. Но это не критично. За дополнительную плату на пляже есть кабаны. По стоимости я сейчас узнала. Получается, первая линия, да, то есть самые, которые удобные. Близко к пляжу. Стоимость на день кабаны 160 евро. И, соответственно, вы можете здесь отдыхать вдвоем, вчетвером, шестером. Как вам удобно. И вот такой вот открывается вид на потрясающие горы. Природа здесь, конечно, волшебная. Очень красиво. На травке здесь тоже есть шезлонги и зонтики. Такие навесы деревянные. Здесь есть песочницы, гамачки. И вообще очень много классных. Прям такой инста-отель. Классные фотки здесь получаются. Вообще общая картинка мне прямо нравится. Смотрите, что касается а-ля-картов. Здесь есть несколько ресторанов, которые не входят в концепцию. То есть а-ля-карты за дополнительную плату. В среднем стоимость 30-40 евро на человека. Ну, а-ля-карты это, конечно, уже по желанию. Кому интересно, напишу в описании, какие а-ля-карты, с какой, каких кухонь в отеле. Какие кухни в отеле предоставляют. Смотрите, здесь у нас фудкорт. Здесь в течение дня можно перекусить. Он находится, получается, рядом с пляжем. То есть кто не хочет гости идти в основной ресторан днем, сейчас уже частично закрыто, могут перекусить здесь, чтобы не переодеваться. Мы с вами продолжаем изучать отель. Сейчас я хочу показать вам открытую детскую площадку. У отеля очень компактная территория. То есть для турецкого отеля он, можно сказать, небольшой. 50 тысяч квадратных метров. Но для меня это большой плюс, потому что здесь все рядом, все компактно. То есть нет ощущения, что как-то тесно. Всем туристам хватает места. Это очень много различных уютных мест, территорий, зон, где можно и уединиться, и провести время, и весело. Смотрите, мы сейчас с вами пришли на детскую открытую площадку. Так она выглядит. Деток нет. Сейчас время, наверное, скорее всего сна. Поэтому так тихо и спокойно. Ну, а мы заселились в наш номер. Свежий отель Liberty FB. Так что у нас тут есть все для чая и кофе. Очень просторный, свежий, современный номер. У нас идет одна двухспальная кровать. Также есть номера с двумя раздельными кроватями. Для третьего человека есть дополнительное спальное место. И сейчас посмотрим с вами балкон. На балконе есть два стульчика, столик. И посмотрим, какой у нас вид. Вид у нас, получается, боковой на море. Ванная комната. Халаты. Для гостей отеля предоставляются. Мыльные принадлежности. Все это имеется. Душ. И мини-бар в отеле получается бесплатный. Пополняется ежедневно. Душ. Скажу вам сразу, выбор огромный. Я уже пробежалась, посмотрела. Хочу отметить такие моменты, которые есть не во всех отелях. Посмотрите. Начнем вот с фруктов, с диетического стола. Здесь даже, посмотрите, есть запаренный чия. В йогурте, в водичке. Разные виды мюсли. Чия пудинги, пожалуйста, уже готовые. Такие красивые. Подача в ресторане и отеле тоже очень красивая. И, думаю, вам это видно. Большой выбор йогуртов. Огромный выбор, конечно же. Турецких оливок. Здесь у нас мюсли, различные орешки, вайфлики, печеньки, халва. Из горячих, конечно же, есть яйца, каши, омлеты. Большой выбор овощей. Здесь у нас, получается, рыбка красная есть, колбасы, разные виды мяса. Здесь у нас сырный стол. Смотрите, даже пармезан есть. Такой очень вкусный мы вчера пробовали на ужин. Очень красиво все оформлено. Здесь у нас очень вкусные буреки с различными начинками. Ну, конечно же, выпечка. Нереальной красоты все. Живем мы в отеле два дня, поэтому, конечно, попробовать все невозможно. Поэтому любуемся красотой. Что касается очередей в отелях, ну, то есть, как вы видите, их вообще нет. Все свободно, все просторно. Несмотря на то, что отель практически полностью заполнен. Столпотворения туристов нет. Вот здесь яички по шуму есть. То есть, ну, яйца в разных вариациях. Есть вот специи, кому нужно. Различные сэндвичи, гренки. Сыр халуми жареный, сосиски. Все есть. Я думаю, вам и так видно, что выбор огромнейший. Все, что нужно, здесь есть. Ну, и фрукты, конечно. Мы отправляемся на завтрак. И желаем всем классного дня. Что касается нюансов. Есть один минус, который я нашла в отеле. Ну, к сожалению, здесь от отеля ничего не зависит. Вот, видите, рядом затеялась стройка. То есть, строится новый большой отель. В сезон стройка не будет работать. Небольшая будет заморозка. Пока будет пик туристического сезона. Но, в любом случае, есть номера, которые выходят с видом на стройку. Ну, зрелище такое себе, если честно. Соответственно, когда я буду вас бронировать, то мы обязательно с вами выберем ту категорию номера, когда вид у вас будет. Либо, смотрите, вот такой. Больше всего туристы любят брать вид именно на бассейн. Объясню почему. Потому что здесь очень спокойно вечером. То есть, здесь нет громкой музыки. Соответственно, особенно семей с детками, я рекомендую брать вид на бассейн. Будет спокойно и тихо. Если брать номера с видом на море, то будет немножко пошумнее. Потому что вечером анимация, живая музыка. Ну, не так, чтобы прям сильно слышно. Но, тем не менее, будет все равно доноситься звуки музыки. Так что здесь, я считаю, что не проблема. Выберем тот номер, который будет подходить именно вам. Что касается номеров в отелях, здесь есть три категории. Это стандарты, однокомнатные номера, large. То есть, тоже однокомнатные, но больше по квадратам. И семейные номера, двухкомнатные. Что еще по отелю хочу сказать? По уровню, да. То есть, это прям очень хорошая, качественная, твердая пятерка турецкая. Я не могу сказать, что это VIP-отель и лакшери-отель нет. То есть, это прям классная, качественная, с качественным питанием, с качественным сервисом. Прям молодцы, очень стараются. Все современно, все стильно, все вкусно. Разговаривали с туристами, кто сейчас отдыхает. Ну, недовольных нет. Слава богу. Поэтому у меня в том году туристы мои отдыхали здесь. Тоже были довольны. Поэтому все здесь хорошо, на самом деле, в отеле. Ну и, конечно же, как же без кондитерской. В турецком отеле, конечно же, есть мороженое. Посмотрим, что у нас тут за выбор. Большой выбор мороженого и сладости, конечно. Сладости очень много. И причем это кофейня работает до ночи. Мы вчера возвращались домой где-то в часов 11, и она еще работала. И не могу сказать, что здесь прям, конечно, очень много растительности. Но, тем не менее, отель старается, насаживает пальмы. Очень много различных цветов. И в целом все выглядит очень даже красиво и приятно. Постараюсь вам сегодня снять еще ужин. Здесь есть два основных ресторана. Это общий ресторан, где кушают все, то есть дети и взрослые. Там завтрак, обед и ужин проходят. И есть еще ресторан только для взрослых. Вчера мы были на ужине. Очень большой был выбор. Нам все понравилось, все вкусно. Сегодня мы уже на завтрак ходили. Тоже все замечательно. Вопросов нет. Выбор огромный. Все необходимое есть. Здесь у нас мини-торговый центр в отеле, если кому интересно. Есть, конечно же, спа, хамам и сауна для гостей бесплатно. Есть тренажерный зал, кстати, очень качественный. Ну, отель новый, естественно. Соответственно, все тренажеры современные. Также для гостей бесплатно. Вот еще один из ресторанов, а-ля карты, итальянский. Он тоже, получается, платный. 30-40 евро на человека. И бар, получается, для взрослых. Он открывается вечером. Если я что-то не расскажу вам, не уточню, я пропишу это все в описании к отелю. Если у вас есть вопросы, задавайте. Буду рада на них ответить. Ну, а мы отправляемся на ужин. Посмотрите, какая атмосфера вечерняя. Уже горят огонечки. Потихонечку темнеет. Очень красиво. Ну, а мы отправляемся в основной ресторан на ужин. Ужин в отеле по системе шведский стол. Сейчас мы с вами все подробно посмотрим. Здесь у нас начинается все сладостей. Турецкие сладости. Мороженое. Даже здесь какие-то вкусняшки. Так, на ужин, конечно, хочется чего-то посущественней. Ну, давайте все равно начнем с десертов. Раз они у нас сразу идут. Они очень красивые. Я уверена, что они еще и вкусные. Можно прям разглядывать каждый вид. Очень большой выбор. Конечно же, турецкие сладости. Многие любимые новые десерты. Понимаете, да? Какой выбор здесь потрясающий. Выбор просто шикарный. Перепробовать это, конечно, невозможно. Так, здесь у нас яичная лапша. Что-то вкусненькое. Входим к сырам, к закускам. Очень красиво оформлена подача. То есть такая прям ресторанная. Мне нравится атмосфера здесь. Спинроллы. Здесь у нас соленье турецкие, соусы различные, рыбка. Снимайте. Ну и, конечно же, я отмечу детский стол. Здесь у нас два вида супа. Чечевичный. И суп с фирмишелью курочка. Не буду открывать. Все и так понятно. Дальше смотрите. Макароны, томатный соус, сосиски, овощной гарнир. Здесь у нас, получается, горошек идет. Дальше цирка из моркови. Гречка запаренная на воде. То есть для детей, кто, например, на диете. Также есть овощное пюре и просто отварная курочка. Ну и зелень, конечно. Также есть соки. Баночное питание, что для многих на самом деле очень-очень важно. Ну и десерты здесь для деток и фрукты тоже все это имеется. Переходим в гизлюме к пицце. Запахи здесь, конечно, волшебные. Все свежее. Все с пылу и с жару. Ну и переходим к горячим. Портулак с помидорами. Дальше. Здесь у нас, получается, курочка. Хотя написано овощная запеканка. Но курица с овощами. Кебаб из говядины. Такой большой выбор. Ничего не хочется упустить. Здесь у нас, смотрите, есть стол. Суши. Суши были причем вчера и сегодня. Я так полагаю, что они здесь представлены каждый день. Не пробовали, но я прям вижу, что рыбьей очень много. Они такие свеженькие. Думаю, нужно попробовать. Здесь у нас паста, томатные различные соусы. Здесь все понятно. Сырочек. Смотрим дальше. Здесь у нас овощи тушеные различные. Очень, кстати, большой выбор овощей. Я просто любитель всего этого. И я мало в каких отелях видела такой большой выбор просто овощей в разных вариациях. Тут у нас получается морковь. Шикарный выбор, я считаю. Дальше двигаемся с вами. Так, что у нас здесь? С это из овощей роти с курочкой. Ой, вкусный рис и грибочки вижу. Разные овощи с мясом. Я думаю, вы уже поняли, да, что выбор потрясающий. Здесь у нас баранина с грибами. Рис. Очень люблю турецкий рис. Они прям как-то вкусно его готовят. Запеченный картофель. Кто любит. Здесь у нас лепешечки. Соусы томатные к лепешкам. Зелень. И куриное мясо. То есть это у нас для шаурмы. И дальше мы с вами подходим к хлебным изделиям. С хлебом все понятно. В Турции всегда все прекрасно. Все вкусно. Посмотрите, здесь даже есть отдельная станция, где именно специи. Да, то есть кому-то, может быть, чего-то не достает. Пожалуйста, орегано, хмели-сунели, паприка. Все это есть. По супчикам. Давайте посмотрим. Здесь суп из креветок. Интересно. Дальше суп чечевичный с куркумой. Ну, это да, это классика турецкая. Орешки с сыром и зеленью все есть. Дошли мы до гриля. Здесь, получается, жарят курочку красивую. Посмотрите, запах просто волшебный. Шашлычки. Сейчас мы все это в готовом виде посмотрим. Посмотрите, даже уточка есть какая красивенькая в апельсиновом соусе. Картошка в гриле. Итак, мы подошли с вами к грилю. Здесь, получается, у нас из горячего есть дорадо на гриле. Есть креветки на гриле. Все это красиво выглядит. Ну, соусы разные. Овощи, перчик с помидорками. Дальше у нас говяжья печень есть. Просто стейками пожарено. Интересно. Опять соусы. И здесь, получается, курочка и шашлычки. То, что я вам показывала. Сегодня много где видели. Мушмола растет прям по всей Турции. В каждом отеле есть деревья с этим прекрасным фруктом. Посмотрите, есть шоколадный фонтан даже. Друзья, я не знаю, для самых привередливых, взыскательных. Ну, все есть, пожалуйста, вам и фонтан дальше. Я считаю, что выбор огромный. Выбор потрясающий. Все очень красиво. Вопросов к питанию у меня на самом деле здесь нет. Я желаю нам приятного аппетита. Уже текут слюнки. Все очень вкусно. Пахнет потрясающе. Все для вас сняла. Сейчас начнем пробовать. Спасибо. Спасибо.